всем огромный огромный привет давно такие видосы о жизнедеятельности не выдавал и так видео посвящается скорее тем кто пользуется активно интернетом и куп покупает собственный вай-фай роутер они получают их в подарок от провайдера говорю это без всякого сарказма и злорадство конечно возможно простому обывателю и незамудренному в кашетах этого стандартного роута вполне хватает головой и просто нет смысла прокачки интернет трафика в доме если вы используете в планшете интернет для почты или тв то вам простого роутера за глаза как говорится роутер бывают разные и безобразные некоторые считают что какая разница что ставят лишь лишь бы раздавал хоть как-то если вы из той категории то видео скорее всего не для вас я в целом терпеливый пацан но все-таки иногда хронически режет скорость при заявленной 100 мегабит от провайдера то это невольно конечно выбешивает даже если всего три пользователя в доме были времена пользования держ 300 когда этот дружок дико резал чуть ли не по 60 70 процентов скорость ну ладно будем считать что тогда в массы эти устройства только поступали и только на и начинали учиться на их делать и так с чего все начиналось мне и к чему все это видео есть у меня старый добрый роутер 941 как вышеупомянутый я показал начал постепенно умирать я после его использовать это ни в коем случае не реклама бренда и использую теперь только роутер от tp link простые в настройке надежны даже есть приложухи по настройке и отслеживание что там происходит у вас сети вещь вроде не жизненно важно но очень удобно и надо лезть комп смотреть сколько там абонентов на ветке есть базовые настройки и так этот товарищ проявил как себя очень надежный отслужил четыре с половиной года периодически переставал раздавать к сожалению после перезагрузки оживал да и вай фай модуль начал ослабевать то есть если он раньше пробивал две стены и в дальнем углу полные антенны но сейчас даже иногда в единицу антенну но может это и гаджеты такие но ощущение все таки не покидает что он просто ослабевает многие скажут что мол у меня 8 лет 10 там стоит и 24 на 7 он меня крутит и как новый работает ну значит вам ребята просто повезло я в этой ситуации считаю что мой бюджетный 941 роутер от tp-link почти пять лет отработал и полностью себя оправдал и так долой прелюдию приобретен tp-link c50 и выбор пал именно на 2 диапазоны раздачек 2.4 и 5 гигагерц так как цель половина гаджетов посадить на 2 и 4 другие на 5 объясню вкратце кто может не знает я тоже не знал поэтому и расскажу почему возможно и стоит купить 2 диапазоны этот роутер создает две параллельные точки доступа и при подключении можно выбрать какому каналу присоединиться вот и все и это вся фишка двух диапазонового вай-фая супер открытия юху если у вас к примеру 10 потребитель то 5 стоит посадить на одну ветку например тв и умный дом или что-то подобное вроде умного чайника или выключателя второе допустим на 5 посадить на высокоскоростные какие-то устройства планшет компьютер и тому подобное если же 1 диапазонное использует то одна линия начинает просто делить на всех и как моем случае мне роутер просто не справлялся и некоторым абонента просто не раздавал интернет хотя подключение показывал в этом и есть цель приобретения другого роутера в общем с этим разобрались надеюсь сразу всем стало понятно и все таки стоит досмотреть чё это там пацан хочет рассказать куплен сей аппарат за 1700 рубликов что можно сказать о роутере то вот пока ничего плохого стараюсь сделать вида именно после некого домашнего летного испытаний они сразу первый день после покупки вай 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 какой он класс и что включился в первый день я его заснял что у него внутри и как все это выглядит сейчас я записываю это видео спустя два месяца после установки это аппарат из категории настроил и забыл раздает на 7 пользователей поделенных 34 на каждую ветку настроил зачем ночной режим по расписанию огоньки отключаются включается настроил авто перезагрузку аппарата на два раза в неделю ну вот и все мои настройки да еще сбросил текущие настройки роутер для возможного сбоя или потери памяти настроек самим роутером очень рекомендую это сделать сэкономите время после возможной потери этих самых настроек просто загружайте файл настройки и все явки пароли он все это дело восстановит вот единственное что жаль что файл настройка от прошлого роутер к сожалению не подходит к новым был бы вообще гениально ну вот как ты больше нечего добавить к этому обзорчику этого замечательного роутера что можно как заключение сказать если вы потребитель и раздачика на 35 квартир то возможно этот роутер будет для вас слабоват не рекомендую сажать на одну ветку больше пяти семи абонентов с большой нагрузкой данных типа онлайн видео и тому подобное он где-то будет подлагать и скорость будет резаться и разбиваться неравномерно все-таки это бюджет как не крути хотя где-то указано что можно сажать чуть ли не до 15 абонентов но каких почту смотреть и как они там родственнички поживают на этой мэри вы лежит выложили фотку в одноклассника такой вариант возможно прокатит по моему опыту пользования от 6 8 абонентов то что надо для этого роутер этот дружок на такое расстояние по лестничной площадке раздает но это просто бомба ну конечно не надо об этом говорить громко то вдруг провайдер услышит не дай бог но жалобы от пользователей теперь не поступает с новым роутером вы понимаете как можно скрупировавшись чуток сэкономить на интернете как я люблю говорить таких случаях я не америку конечно открыл но можно сэкономить до 80 процентов абонентской платы по финансовой грамотности я закончил ну как в итоге что понравилось вертикальный крепление к стене конечно есть отверстие чтобы подвесить его на стену пластмассово вращающиеся антенны после старого роутера явно лучшая стабильность сигнал и приличная пробивная способность сквозь стены но мои условия не очень можно сказать убедительны по дальности проверки сигнал но площадь примерно в 50 квадратных метров отлично охватывает и стабильно покрывает у кого если есть такой то поделитесь мнением опытом ну как у вас это как лично стабильно какая площадь чтобы другим было полезно полезно конечно ну простая настройка и возможности выгрузки файл соответственно у этого роутера очень удобная вещь замечательно есть бесплатно утилита за мониторингом сети но и выглядит он просто и классно чё тут еще добавить по моим ощущениям за качество можно смело поставить 8 9 баллов из 10 возможных просто хорошая вещь если досмотрели до конца то можно конечно как-то оценить а то я зачем тут распылялся чтобы людям помочь чтобы как-то смогли понять что-то купить возможно а то мы иногда живем неведении и нужно немного просвещаться ну конечно ставим лайк или не лайк ну всем пока кому понравилось всем бой как прошло это грандиозно это грандиозно и Продолжение следует... Продолжение следует...